Субтитры сделал DimaTorzok Невероятно интересные истории Я подумал, что, ну, блядь, ни разу не было такого экспириенса Ни разу по телеку меня не показывали И просто ради себя было интересно попробовать, как это вообще реализовывается И что будет вообще по итогу По итогу Получилась Хуйня Сказали, что я буду одним из основных персонажей в этой передаче И я пригласил их к себе в мастерскую Мы засняли где-то минут 30 или 40 материала В основном касающегося моей творческой жизни И вообще вот моей движухи Я постарался максимально дотошно разжевать всю вообще вот эту стрит-арт-культуру И непосредственно то, чем я занимаюсь Пытался донести какое-то вот зерно, вот эту суть стрит-арта 30 минут моего рассказа превратились, блядь, в секунд 30 Вырезки Не пойми о чем Мы сейчас ее посмотрим полностью А потом Досконально разберем, что они там наворотили Перед этим хочу напомнить вам про свой инстаграмчик Видосы выходят редко, а там постоянно появляется что-нибудь новенькое Хистри, хуистри, бэкстейджи разные А нахуя я текст пишу, блядь, а? Ну вы поняли, залетайте Сорян, смотрим видос Граффитист Владимир Кириллин больше 10 лет пытается повторить эту историю успеха И стать московским Бэнкси Это кардинально изменило мою жизнь Я понял, что вот этим я хочу заниматься На следующий день я делаю просто простецкий трафарет Иду на стенку и влюбляюсь в это дело полностью Мало кто знает, что большинство рисунков наносят на стены с помощью заготовок, трафаретов Возможно, именно поэтому сами создатели граффити называют себя не художниками, а писателями Вот так выглядит обычный трафарет, который я использую для улицы Если бы я это делал от руки, вот это все изображение, то это заняло бы очень много времени А здесь с помощью трафарета я максимально быстро наношу изображение Если мне нужен второй слой, я беру, накладываю какие-то дополнительные элементы, делаю второй, все То есть это довольно быстро Так, а теперь давайте с самого начала и по порядку Граффитист Владимир Кириллин больше 10 лет пытается повторить эту историю успеха И стать московским Бэнкси Схуя ли они решили, что я пытаюсь повторить историю Бэнкси? Что у нас теперь получается, что каждый, кто рисует трафареты, пытается пародировать Бэнкси? Плюс, блять, ну выход через сувенирную лавку вышел 10 лет назад А вот это клише про Бэнкси, оно до сих пор осталось Ну, не знаю Пиздец Это кардинально изменило мою жизнь Я понял, что вот этим я хочу заниматься На следующий день я делаю просто простецкий трафарет, иду на стенку и влюбляюсь в это дело полностью Тут я как раз говорю про этот фильм Ну, вот из передачи ведь вообще непонятно Просто вырвана из контекста моя фраза Когда люди приехали, да, вот кто снимает операторский состав Ну, съемочный состав Мне показались адекватными людьми, профессионалами даже в какой-то степени Ну, видимо, что материал, который потом в дальнейшем попал на рабочий стол К монтажерам или к режиссерам, редакторам, я не знаю, кто там этим занимался Его просто исковеркали, и получается, что там реально было интересное интервью Я много херни наговорил, которое вообще ни разу не говорил никому И это все вот как бы пропало Не знаю, можно, конечно, попросить у них исходники и самому как-то замонтировать Зачем ты говоришь про свое интервью? Херни наговорил Ну, я там херни наговорил Ну, звучит хуево, что хуйню наговорил, а ты же наговорил толковые темы А ты откуда знаешь? Мало кто знает, что большинство рисунков наносят на стены с помощью заготовок, трафаретов Возможно, именно поэтому сами создатели граффити называют себя не художниками, а писателями Вообще, граффити в классическом своем исполнении вообще не предусматривает использование трафаретов Откуда это все? Во-вторых, писатели Здорово, чувак Ну че, как там дела? Дела безупречные Снимаю ролики каждый день, монтирую безостановочно прям Вообще, меня не остановить Заказы отдаю каждому прям вообще без задержек Последний заказ с августа вот такой Это самое, такой вопрос Вы че там реально между собой друг друга писателями называете? Мы как вы... Не, ну слушай, логика так-то есть в том, что писатель, не писатель Просто мы так не говорим Мы как обычно говорим? Мы называем друг друга райтерами Просто у нас не принято... Не принято это переводить Ну по логике, да, просто писатель в русском языке, мне кажется, ну как и в английском Это как будто бы немножко не то Мы пишущие, может быть, создающие там надписи, еще как-то Но вот писатель это, конечно, слишком громко, на мой взгляд У нас большая часть людей любят себя считать больше бомберами и вандалами и так далее У нас люди за слова граффитиста или граффитчика друг друг готовы горло перекусить, а ты о таком говоришь Они даже не знают, зачем хотят это сделать Ага, понятно Ну ладно, давай тогда Что за хуйня? Сложно, сложно, блядь, сложно Сложно, блядь, нихуя, непонятно, блядь, нихуя Вот так выглядит обычный трафарет, который я использую для улицы Если бы я это делал от руки, вот это все изображение, то это заняло бы очень много времени А здесь с помощью трафарета я максимально быстро наношу изображение Если мне нужен второй слой, я беру, накладываю какие-то дополнительные элементы, делаю второй, все То есть это довольно быстро Тут придраться не к чему, я просто рассказываю, как это реализовывается Ну вот такой вот у меня опыт с телевидением Я знал, в принципе, об этом Я уже смотрел на некоторые похожие ситуации у коллег И никто не остался в восторге И даже приблизительно хотя бы немножечко в положительном каком-то Блядь, как это? Когда осадок хороший такой остается от этого участия в чем-то От положительного Впечатления, точно Вы, наверное, заметили, я там картиночку такую интересную рисую Она уже готова И заценить ее можно у меня в группе ВКонтакте С ней я замутил там небольшой интерактив Грубо говоря, ее можно выиграть Ссылка на пост в описании Также в описании ссылка на полную передачу, вот, рентавешную на эту Ну, в общем, такие дела Че думаете? Го в комментарии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!